Замечательного человека, как Сальвадор Альенде, президент Чили, он победил парламентским путем. И он, к сожалению, своей кровью доказал, что это путь фантастический. Вспомните также октябрь 1993 года. Легитимный законно-российский парламент отправил Ельцина в Остап, а Ельцин в ответ расстрелял парламент из танков. Все решает сила. Поэтому наш путь, это тот путь, который единственный был, успешно запробовал. Тот путь, которым шел Владимир Ильич Ленин в 1917 году. А Буга Чавес, можно вопрос? Буга Чавес сейчас балансирует, так сказать, очень сложную у него ситуацию. С одной стороны, его поддерживает армия, с другой стороны, он постоянно сталкивается с провокациями. Либо он будет вынужден напрямую опереться на народ, и тогда революция пойдет дальше. Либо она захлебнется. Это тема отдельного дискуссионного клуба, мне кажется. Решение предписывает нам в нарушении закона, в нарушении конституции, в нарушении здравого смысла. Покинуть территорию бульвара до 12 часов завтрашнего дня. Вместе выдали на руки копию решения суда. Его зачитали, не дали возможность с ним ознакомиться. Но такое решение было принято, хотя заявление было подано в суд только два дня назад. Там 7 заявителей, местные жители, которым якобы мы мешаем жизнь. У нас есть время до 12 часов завтрашнего дня, чтобы принять решение, как мы действуем дальше. Я предлагаю сейчас. Значит, мы не можем обжаловать решение суда, потому что мы с вами не являемся стороной этого судебного процесса. История была такая. Префектура нашла каких-то местных жителей-активистов, судя по всему, связанных с Единой Россией, которые на эту же префектуру подали жалобу. Теперь они будут выгонять нас отсюда, якобы по требованию возмущенной общественности. Обжаловать это решение может только сама исполнительная власть. Мы этого и сделать не можем, потому что мы не являемся стороной судебного процесса. Нам предписано до 12 часов покинуть эту территорию. Я предлагаю сейчас провести собрание ассамблеи для того, чтобы принять решение о том, как мы действуем завтра с утра. Согласны с этим? Согласен! Да! Есть несколько вариантов. Я предлагаю через час начать ассамблею. Если никто не против, я предлагаю здесь начать ассамблею. Через час экстренное заседание ассамблеи. Выступить тем, кто считает нужным, обсудить разные варианты, принять окончательное решение о том, остаёмся мы, куда переезжаем, как действуем, через час здесь на ассамблее. Согласны? Да! Через час на этом месте. Мы поднимем! Ассамблея! Азербайджан, Азербайджан, Азербайджан! Да, да, вы мясорубку, вы мясорубку, вы видели мясорубку на марш-миллионах, видели мясорубку на марш-миллионах, это малая толика, без суда и следствия, всех в кутузке, без суда и следствия, это что, мало? А это еще в кутузке милиционеры побаиваются, не дай бог, а закончится это тем, что и тем, кто в отделе милиции отдадут приказы, и они будут почки отбивать или голову. Вот так вот, так, разница, вы думаете что, разница, достость? Я объясню мне, почему мы не видим? Вот, и единственный способ, ну ладно, единственный, 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 давайте, я расскажу. Эдинственный способ побороться с этой властью, никогда никакого оружия, когда-то потом оружие будет у него. Единственное оружие, это правда, честность. говорим что вы говорите про руку знаете что вы понимаете так это голос за перекрещенные руки это блокировка вопроса по причине недостаточного обсуждения вопрос блокируется и снимается только в случае присутствия пяти и более блокировок при этом блокирующим при этом блокирующим дополняют причины блокировки на листе в случае отсутствия пяти и более отсутствия пяти и более причин блокировки причин блокировки в письменном виде в письменном виде вопрос переносится на следующую на следующую остановлю спасибо пустим спасибо пустим но против У кого есть жёсткая блокировка? Есть один человек. Выскушаем его комментарии. Решения, принимаемые на асаблею, будут обязательны к исполнению всеми, независимо от политического метра и количества последователей в СССР. И так! Если мы!